Ветропарк, Центр ядерной медицины и многое другое. Делегация Ульяновской области отработала в Совете Федерации оценки высокие. Десантировали с вертолета. Учения прошли сегодня в Ульяновске. В участниках сотрудники Росгвардии. Скажите, пожалуйста, ваш пароль. В регионе появился новый вид мошенничества. Будьте бдительны. В Совете Федерации в Москве завершаются дни Ульяновской области. С понедельника губернатор Сергей Морозов и специалисты разных сфер вместе с сенаторами и спикерами Совета Федерации обсуждают достижения и опыт нашего региона, проблемные точки и насущные вопросы. Заседания всех десяти комитетов состоялись. Культурная программа прошла ярко. Итогом трех дней у Ульяновской области в Совете Федерации стало пленарное заседание, на котором Сергей Морозов обратился к сенаторам с просьбой поддержать проекты, представленные 11 и 12 февраля на заседаниях комитетов и обозначил основные точки роста Ульяновской области. Мы уверенно решаем вопросы газа и энергобеспечения благодаря вашей поддержке. Гордимся тем, что объем годового года жилья в эксплуатацию увеличился более чем в шесть раз. Официально регистрируемая безработица снизилась с 3,5% до 0,4%. Среди приоритетных направлений Сергей Морозов назвал также поддержку одаренных детей и молодежи, реформирование системы тарифообразования, сокращение теневого сектора экономики. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что такие встречи – отличная возможность показать свой регион и добиться еще большей поддержки на федеральном уровне. Ульяновская область, путь на инновации, на высокие технологии, безусловно, у нас огромный кумулятивный результат. И все это, конечно же, заслуга, в первую очередь, друженика Ульяновской области, благодаря их труду, благодаря их таланту. Но, конечно же, этот результат достигнут и благодаря умелому, эффективному управлению регионом. Умелое и эффективное управление регионом. Демонстрация всего этого на трехдневных совещаниях и встречах. Результат – объем финансов, прописанный в проекте постановления Совета Федерации для Ульяновской области – 50 миллиардов рублей. Деньги, которые заложены в этом проекте постановления, согласованы с нашими коллегами из федерального правительства, с администрацией президента и будут направлены на самые жизневажные вопросы, связанные, например, со строительством резервного водовода города Ульяновска. Ульяновцы могут подтвердить о том, что для нас это одна из самых животрепещущих проблем. Еще один очень крупный проект связан, конечно, с берегоукреплением, с строительством очистных сооружений. То есть все, что сегодня можно увидеть в национальном проекте «Экология». Ни много, ни мало, почти 16 с лишним миллиардов рублей только на это направление. А еще строительство детской инфекционной больницы, онкологического диспансера, школ и садов, поддержка некоммерческих организаций. Словом, не зря старались, подытожила Валентина Матвиенко и добавила, что такие встречи важны обеим сторонам. Мы заинтересованы в том, чтобы сложившиеся передовые практики, которые дают хороший результат, стали достоянием всех других субъектов федерации. Это функция наша по внедрению передового опыта. Многое делается в социальной сфере, для поддержки семей с детьми. И здесь есть чему поучиться в Ульяновской области. Очень многое делается в сфере культуры, очень много интересных новых проектов. И что мне нравится, что, знаете, вот такой во всем новаторский инновационный подход. Дни Ульяновской области проходили в Верхней Палате Федерального Собрания России с 11 по 13 февраля. Ксения Грищенко, Кристина Агафонова, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. Сегодня на аэродроме «Белый ключ» сотрудники специальных отрядов Росгвардии провели очередные учения. Теперь задача десантироваться без парашюта. Этот способ применяют там, где невозможно доставить личный состав по земле. С военного борта Ми-8. Репортаж Артема Петрова. Над аэродромом раздается гул. Военный Ми-8 готов приземлиться на Ульяновском аэродроме. Возле летного поля построение у отрядов СОБР и ОМОН. Командование ставит задачу. Необходимо десантироваться без парашюта. Бойцы Росгвардии всегда готовы выполнить поставленную задачу. Они охраняют граждан России на земле, под водой и в воздухе. Каждый из сотрудников специального отряда ежедневно проходит огневую, физическую, водолазную и высотно-штурмовую подготовку. Беспарашютное десантирование – еще один навык, которым обладают бойцы элитного подразделения. Применяется оно там, куда невозможно добраться по суше. Мы зависаем над точкой и производим дальше десантирование спецназа по фалам, веревкам, лебедкам. Различные есть условия, различные возможности. Все с этим можно работать. Ветром до 20 метров в секунду. Задача выполнима. Чтобы сэкономить время при посадке на борт, сотрудники спецотрядов используют живую лестницу. Погрузка личного состава занимает меньше минуты. Вот и дан старт учением по беспарашютному десантированию. Первая команда специального отряда быстрого реагирования уже поднимается в небо. Ми-8 зависнет на высоте в 20 метров. Кроме холмистной местности, беспарашютное десантирование применяют в моменты, когда важно быстро занять позицию для устранения боевиков. На жилые дома, а именно на высокие этажи, где, возможно, могут захвачены быть заложники или лица насильственно удерживаемые. А потом уже действует десантирование на дома. С домов уже происходит десантирование промышленным альпинизмом. СОБР и ОМОН выполняют сложнейшие задачи там, где применение сил других подразделений невозможно или нецелесообразно. Присутствие специальных отрядов всегда обеспечивает наиболее результативный и эффективный исход крупных операций. Артем Петров, Денис Миронов и Илья Рябов. Вести. Ульяновск. И вновь к нашумевшему делу формалиновых медиков. Сегодня в зале областного суда рассмотрели апелляционную жалобу мамы погибшей девушки 15 марта 2018 года Екатерине Федяевой. Во время плановой операции в Центральной клинической медсанчасти имени Егорова по ошибке вместо физраствора ввели формалин. За жизнь девушки боролись как ульяновские, так и московские специалисты. Свой 28-й день рождения Екатерина встретила в реанимации, но спасти ее так и не удалось. По этому делу Засвияжский районный суд вынес приговор, с мягкостью которого не согласились ни потерпевшая сторона, ни прокуратура. Они направили апелляцию в суд второй инстанции. Считаю приговор суда незаконным, необоснованным, подлежащим отмене в связи с необоснованным оправданием Алимова и необоснованным исключением из предъявленного обвинения Родионовой, Журлендиновой, части 3 статьи 285 УК РФ. Заседание сегодня продолжалось больше двух часов. Потерпевшая сторона требовала назначить более суровые наказания. Напомню, операционную сестру и двух врачей приговорили к ограничению свободы почти на три года. В итоге, в удовлетворении апелляции суд отказал. Если честно, маленькая, вот такая вот крохотная надежда она была. Я думала, в Ульяновске есть все-таки справедливость какая-то. Потому что действительно, дочь мою, они убивали. Убивали осознанно. К сожалению, должную правовую оценку, вопреки мнению следствия и обвинения, то есть прокуратуры, суд почему-то решил не давать. Прискорбно. Но будем надеяться, что в выстоящих инстанциях все-таки относятся с большим вниманием. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу, а у потерпевшей стороны есть время, чтобы его обжаловать. И опять телефонные мошенники желают обогатиться за счет доверчивых горожан. Они придумали новую легенду. На этот раз обманщики представляются сотрудниками МФЦ. Недавно на почту корпорации пришло письмо от жительницы Ульяновска. Ей позвонила незнакомка и представилась оператором многофункционального центра. За многолетний стаж работы на производстве мошенница пообещала жертве приятный бонус – 15 тысяч рублей. Никуда ходить не надо, деньги пришлем сами. От вас только номер банковской карты, сказала псевдоработница. Бдительная женщина данных называть не стала. После категоричного отказа госпожа из МФЦ попрощалась и просила зайти в офис за подарком лично. На этот раз схема не сработала. Не только представители МФЦ, но и вообще от любого человека, который спрашивает у вас данные по банковской карте, это сразу говорит о том, что это мошенники. Специалисты корпорации предупреждают. Если вам звонят и представляются сотрудниками МФЦ, предлагая перечислить выплат, это должно вас насторожить. Если спрашивают номер банковской карты, должно насторожить вдвойне. Будьте бдительны и не сообщайте личные данные незнакомцы. Целую неделю ульяновские школьники будут обучаться дома. С 13 по 19 февраля в общеобразовательных учреждениях региона объявлен карантин. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста превысила более 40%. Впрочем, ребята дошкольного возраста также находятся в группе риска. Сейчас причин для карантина в детских садах нет, но родителям малышей необходимо тщательно следить за самочувствием детей. В случае недомогания рекомендуется ограничить общение с другими детьми, но и взрослым сотрудники эпидемнодзора рекомендуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Всем жителям Ульяновской области мы также рекомендуем в настоящее время более усиленно как-то проводить влажную уборку обязательно с применением дезинфицирующих средств. Часто и проветривание комнат, групп, классов, когда, ну уж классы пока отдыхают, для того, чтобы не было накопления вирусов. Пока карантин в школах объявлен на неделю, именно столько времени длится инкубационный период по гриппу и ОРВИ. В понедельник станет ясно, продлят ли школьникам внеплановые каникулы. 15 февраля исполняется 30 лет со дня исторического события – вывода советских войск из Афганистана. Вся страна чествует своих героев. В Ульяновске также пройдут торжественные мероприятия, посвященные памятной юбилейной дате. А сегодня в честь события презентовали пятый том книги «Имя подвига Афганистан». Владимир Мельников, уже заканчивая Ульяновское училище связи, знал, что его в любой момент могут отправить в горячие точки. Так и произошло. После учебки в Самарканде, как представители МВД, по разнарядке его направили в Афганистан. На границе с Советским Союзом он обеспечивал связь в подразделении и работу с местным населением. Основная цель была недопущение гражданской войны. Перед моей койкой висел фотографии жили, как вот здесь вот тоже у нас висит. И мы всегда, я знал, что там меня не подведет супруга. Эти и многие другие истории хранит Ульяновская областная памятная книга солдата отчизны под названием «Имя подвига Афганистан». В торжественном зале Дворца книги сегодня состоялась церемония вручения пятого тома издания, где наиболее полно представлены материалы из личных архивов ветеранов боевых действий. Уже на протяжении семи лет эта книга является особой гордостью нашего региона. Мне поступают звонки, письма, наброшения из соседних наших регионов. Татарстан, Башкирия, Пенза, Самара, Чувашии. Откуда просят методический материал, как над этим работать. Мы в этом деле являемся пионерами. К юбилейной 30-й годовщине вывода войск из Афганистана в каждом муниципальном образовании Ульяновской области запланированы праздничные мероприятия. Более тысячи флагов России украсят городские улицы, мосты и путепроводы. Кроме того, 12 баннеров на территорию города напомнят о тех событиях. На Ульяновской земле проживает более 3700 воинов-интернационалистов, прошедших горнил афганской войны. К юбилейной памятной дате на центральной аллее города установили пилоны с изображениями военнослужащих из самых разных районов нашей области. Всего таких стендов более 200. Уважаемые воины-интернационалисты, пользуясь случаем, хочу вас всех поздравить с 30-й годовщиной, годовщиной вывода советских войск из Афганистана. Это рубеж 30-летий, когда можно подводить черту. Подводить черту, что ты сделал, что ты доброго сделал для государства, для семьи, для общества. Ну и, конечно, не забывать героев. По предложению общественной организации «Боевое братство» в этом году будет оказана финансовая поддержка в виде единовременной выплаты инвалидам боевых действий и семьям погибших. Ирина Силкина, Денис Миронов, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. У меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова